Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей. Сегодня отправимся в гости к ветеранам Великой Отечественной войны. Увидимся от памяти, который высадили в сквере Осапова. Познакомимся с творчеством молодежи в театрализованной военно-исторической постановке. Оценим день победы в рисунках детей. Прогуляемся по ретро-экспонату, который заехал на станцию Суриск. Насладимся танковыми и футбольными баталиями. В студии Ольга Муравьева. Давайте начинать! Митинг в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, прошел у штаба 5-й армии. К мемориалу, на который высечены имена 117 героев, бойцов и командиров, возложили цветы ветераны, юнормейцы, представители администрации, а также Думы округа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Герой нашего времени Василий Зубков. Ветеран Великой Отечественной в 17-летнем возрасте самоотверженно защищал родину от фашистов. Был ранен. В свои 97 лет бодр и весел. С нашей съемочной группой поделился своей историей. По традиции уважить и поздравить героя с наступающим днем победы прибыл глава округа Евгений Корж. На груди нет места без медалей и наград. Знакомьтесь, это Василий Петрович Зубков, единственный в своем роде и один из последних представителей героев Великой Отечественной. Большая честь из первых уст услышать о событиях того значимого для всего многонационального народа России периода. Сам родом из Пензенской области в 43-м призвали в армию на Дальний Восток. В возрасте 17 лет. Службу нес в артиллерийском полку, который дислоцировался в районе Барабаша. После двух лет учений бросили в бой, где Василий Зубков получил ранение. В 8-е на 9-е августа мы вступаем в бой с японскими самуралями. Вот приказ Сталина. Приказ войну рассчитывает на три года. И вот сейчас ночью мы пошли в бой на город Дунин. И город Дунин мы забрали где-то в 9 часов утра. Подъехали, нас на мосту бомбить начали. Я там вот в лопатку получил ранение, и вот тут в ногу. От бомбежки рухнул мост, и бойцы прыгали в воду. В этой страшной суматохе Василий Петрович даже и не понял, что ранен. Товарищ увидел пятна крови. Благо, осколки только под кожу впились. После – госпиталь, обработка повреждений и сразу обратно на линию фронта. В 79-ю годовщину победы ветерана поздравил глава округа Евгений Корж. Да ну и что вы? Что вы? Что вы? Я рад вас видеть. Я тоже. Здоровья. Само вам здоровья и жизнь. Спасибо. Компания «Телемикс» также присоединяется к поздравлениям и желает всем ветеранам, их семьям крепчайшего здоровья и хорошего настроения. Виктория Калинина, Марина Роман, Роман Адонин. «Телемикс». Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Штыков принимал поздравления с Днем Победы. В гости к участнику боевых действий заглянул председатель Думы округа Александр Черныш. Об этом наш следующий материал. У Георгия Штыкова, ветерана Великой Отечественной гости, поздравить в преддверии празднования 79-й годовщины Великой Победы с подарками пришел председатель Думы округа Александр Черныш. Из-за душевных разговоров тут же начались воспоминания. Одно из самых ярких, конечно же, день 9 мая 1945-го. Я услышал, что победа. И все выбежали на улицу. Смотрю, куча людей уже, куча людей. Все кричат «победа, победа». А потом митинг большой. Вот я пошел туда на митинг. Там уже, значит, конкретно объявили. Все очень радовались, все радовались, что победа, победа, победа. А еще ветеран поделился воспоминаниями о том, как в годы Великой Отечественной, будучи подростком, работал на заводе под Казанью. В 1943-м в Волгограде вместе с братом попал под обстрел немецких захватчиков. После войны окончил военно-техническое училище. Затем отправился служить в Приморский край. Это большое для меня счастье, что столько мы лет, четыре с лишним года, ждали этого. И, наконец, нас ждали. 79-е годовщина победы. Это очень большое счастье. И не только для меня, он для всех, для всего народа. В 1950-х-53-х годах ветеран воевал во время вооруженного конфликта в Корее. Был контужен. В мирное время Георгий Штыков работал на кислородном заводе в Уссурийске. На предприятии прошел путь от простого рабочего до начальника цеха. Имеет ордена и медали. Всегда ходит на парад 9 мая. Виктория Калинина, Игорь Антонов, Телемикс. Сад памяти в Уссурийске. Березовая аллея появилась в сквере имени Осапова. Свой вклад в общее дело внесли военнослужащие и ветераны округа. Сотрудники МВД и прокуратуры. А также неравнодушные горожане. Каждое дерево – символ того, что никто не забыт и ничто не забыто. Уссурийск присоединился к всероссийской патриотической акции «Сад памяти». Порядка 70 саженцев высадили на территории сквера имени Осапова в районе северного городка. Традиция высаживать деревья в память о невернувшейся с полей Великой Отечественной хорошо знакома уссурийцам. Акция прошла по-настоящему массово. В озеленительном проекте поучаствовали военнослужащие, сотрудники МВД и прокуратуры, активисты. В роли организаторов выступила администрация округа, совет ветеранов и активистки объединения праженщин. Свои деревья участники посвятили не только дедам и прадедам, но и прабабушкам. В каждой семье есть женщина, которая действительно внесла свой вклад в победу. Почему именно березки? Ну, березка – это символ чистоты, символ стойкости. И она так же красива, как женщина. Символично, что к акции также присоединилась супруга Валерия Осапова, имя которого носит сквер. Герой России, генерал-лейтенант погиб, выполняя свой воинский долг в Сирии в 2017 году. Уссурийц останется навсегда в особой, скажем так, памяти для меня и моих детей. Всероссийская акция «Сад памяти» проходит во всех городах страны с 18 марта по 22 июня. В этом году в рамках проекта высадят 27 миллионов деревьев в память о жертвах Великой Отечественной войны. Отметим, наш округ сейчас активно готовится к празднованию 79-й годовщины Великой Победы. Евгений Михайлов, Екатерина Ельмина, Роман Адонин, Телемикс. Поезд Победы, а точнее паровоз, прибыл в Уссурийск. На железнодорожную станцию в преддверии Дня Победы пригнали для демонстрации ретроэкспонат. Состав выдвинулся из Сибирцева, проследовал через наш город во Владивосток. Какие впечатления и эмоции испытали посетители, расскажем в следующем материале. Паровоз Лебедянка Начал со станции Сибирцева с остановками в Уссурийске и Владивостоке. На ретро-машине красовались еловые ветки, красные ленты и плакаты с символикой 9 мая. А на себе привез несколько платформ с военной техникой. Это танки Т-26, Т-60, бронеавтомобили БА-20 и БА-64. Грузовик полуторка и противотанковая пушка. Сотни горожан пришли поприветствовать поезд Победы. Я ожидала очень большой состав, а он оказался таким маленьким. Но вообще мурашки по коже, потому что мы понимаем, какое событие, День Победы. Это очень важно для всего нашего народа. Я просто счастлива. Мероприятие, в принципе, поддерживаю. Для памяти все нужно. Я не впервые на таком мероприятии. Очень часто каждый год, в принципе, ходим. Традиционно в преддверии Дня Победы, кроме встречи праздничных составов, чествуют железнодорожников. Небольшой концерт творческих тематических номеров – награждение тружеников и ветеранов. Слова благодарности и теплых пожеланий прозвучали и от администрации округа. Так пусть жизненный подвиг предков еще долгие годы будет служить нам. Примером мужества, стойкости, искренней любви к Родине. Крепкого вам здоровья, радости, благополучия, дорогие уссурийские. Днем Победы. Отметим, что машина советской постройки 1951 года. Создатель-конструктор Лебедянский. Л-4287 долго стоял на базе запасов Сибирцева. А несколько лет назад ретро-технику восстановили. В России немало действующих паровозов, особенно в западной части страны. Но на Дальнем Востоке таких два. А в Приморском крае сегодняшний посетитель Уссурийска – единственный. Португероя открыли в 24-й школе Уссурийска. Там увековечили память выпускника Артема Штыбина, который погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции. Был награжден орденом мужества посмертно. На памятное событие прибыли родители и супруга сына. Далее расскажет Диана Мазур. Торжественная линейка и памятное событие прошло в 24-й школе. Португероя открыли в честь выпускника Артема Штыбина, который когда-то учился в этих стенах. Боец был ранен при выполнении боевого задания в зоне СВО и вскоре скончался. Учебный коллектив, родители парня-жена и восьмилетний сын пришли почтить память героя. Когда-то Тёмка, наш ученик, такой же, как и вы, ребята, ходил по этим коридорам, бегал, учился в этих кабинетах. Это мальчишек, веселый, задорный, доброжелательный. В школе Артем был прилежным и хорошим учеником. С детства занимался спортом, самбо. В 2007 году окончил 9 классов и поступил в железнодорожный колледж. В 2010-м получил специальность помощник машиниста. И в этом же году молодого человека призвали в ряды Вооруженных сил России. Во время службы парню было присвоено звание младшего сержанта. После армии парень вернулся в свой родной город. Решил не работать по специальности и окунулся в сферу логистики. Супругой воспитывали маленького сына. Но 22 сентября 2022 года началась мобилизация и Артем получил повестку. Уже на следующий день отправился в служебную командировку для выполнения боевых задач в зону СВО. Мама погибшего солдата с большим волнением вспоминает тот день. Во время службы Артем был командиром отделения и оператором квадрокоптера. 7 марта 2023 года находился на передовой позиции. В ходе ожесточенного столкновения противник нанес авиаудар, в результате чего боец был сильно ранен. Мужчине провели операцию, но во время эвакуации в госпиталь Ростова-на-Дону организм не выдержал и наступила смерть. Артем Штыбин был представлен к награде за боевые заслуги и награжден орденом мужества посмертно. Диана Мазур, Игорь Антонов, Телемикс. Почти 6 тысяч пар было зарегистрировано в Уссурийске в годы Великой Отечественной войны. В нашем ЗАГСе проводят акцию письма с фронта. Настоящие весточки, которые представлены архивом, выручают нынешним молодоженам. Дабы напомнить, что любви даже война не помеха. Предлагаем вместе посмотреть, как откликаются современники. Когда-то просто коллеги по работе, сегодня семья. Юлия и Виктор уже два года неразлучны. Жених, как истинный мужчина, проявил заботу и внимание, которые стали ключом к замку от сердца невесты. Но именно у этой пары не совсем обычная церемония. Молодоженам вручили фронтовое письмо. Ничего не поделаешь, не позволяет обстановка. Эх, если бы был дома, то день твоего и своего рождения отметили. Далее говорится в письме. Автор поздравил свою возлюбленную с 30-летием. Ровно два года и два месяца герои того времени были в разлуке, когда писались эти строки. Что почувствовали? Ой, не знаю даже, как сказать. Не знаю, что ответить. Человеку тяжело, очень далеко от семьи. Хочется, чтобы сейчас в наше время побыстрее это все закончилось. Все вернулись к своим семьям живы и здоровы. Я пишу тебе с фронта, родная. Именно под таким названием проходит акция в ЗАГСах по всей России. Копии реальных писем вручают молодоженам. Каждое такое послание содержит также краткую информацию об авторе, многие из которых погибли в годы Великой Отечественной войны. И так и не успели повидаться со своей второй половиной. В 1941-1945 год в Уссурийском ЗАГСе было зарегистрировано 5863 брака. Вчера сегодня в нашем ЗАГСе будет более 20 пар, которые оформляют свои отношения к государственной записи. Все мы будут вручены копии писем с фронта и тем, кто в зале, и тем, кто неторжественно регистрирует брак, для того, чтобы продлить связь поколений. Акция призвана показать молодым семьям, как влюбленные супруги. В годы Великой Отечественной войны дорожили отношениями и чувствами. Бережно и с уважением относились друг к другу. Ольга Муравьева, Марина Роман и Игорь Антонов, Телемикс. Пасхальная радость, тематическая ярмарка прошла в Уссурийске. У молодежного центра «Горизонт» жителям и гостям города. Предлагали приобрести куличи, а также поучаствовать в мастер-классах. Что для себя выбирали посетители, расскажем в следующем сюжете. Куличики, калачики и другая сдоба. Ярмарка «Пасхальная радость» прошла в Уссурийске. В преддверии светлого православного праздника у жителей и гостей города была возможность запастись традиционной выпечкой у молодежного центра «Горизонт». Здесь развернули свои торговые палатки передовики производства. Есть с маком, смотрите, с орешками. Есть с цукатами и творожные. Есть вот такие, посмотрите, какие красивые. Это тоже творожные. Есть простые вот куличи сдобные с изюмчиком. А дома вы какие предпочитаете куличи? А дома я предпочитаю с изюмчиком. В общем, Пасхи можно было выбрать на любой вкус. А между делом у посетителей ярмарки была возможность поучаствовать в мастер-классах. На территории рукодельницы Уссурийска развернули больше десяти площадок, где предлагали свои изделия, а также учили всех желающих разным техникам. Я раньше хотела валять шерстью. У меня кошка есть. Я когда я вычесывала из её шерсти, валяла и потом я игрушки делала. Такие нитку привязывала, играла с ней. У нас здесь мастер-класс. Мы делаем вот такого замечательного цыплёнка. Или будет ленточка? Так. Из чего? Из картона, бумаги. Вот такие вот дополнительные элементы глазки. И вообще он поднимает настроение, правда? Такой яркий, красивый. На ярмарке мы пообщались с Уссурийцами и выяснили, что праздник Пасхи особенный для многих традиционно. Пекут куличи, красят яйца. И это ещё один повод собраться в кругу родных, друзей и близких. Виктория Калинина, Марина Роман, Игорь Антонов. Телемикс. И всё-таки мы победили театрализованную постановку военно-исторической тематики представили в Уссурийске. Главные герои – дети, сюжетная линия выживания в Великую Отечественную войну. Такой проект у нас показывают впервые. Оценить премьеру смогла и наша съёмочная группа. Майор артиллерий в обучированной войне, в сумасшедшей войне, в падении, на себя, прыгающей огонь. И другой, добровельца бинтовы, капитан, таранящий месяц, три недели назад под Ростовом. Девятилетняя Маруся еле сдерживает слёзы. Сегодня юная звезда сцены рассказывает зрителю о страшных событиях Великой Отечественной. В Доме культуры «Дружба» впервые представили проект под названием «И всё-таки мы победили». Спитовое чувство, как было в войне в те годы, и понадобилось мне это очень сильно много времени. 50 участников, все дети. В этой театрализованной постановке рассказывают и показывают жизнь подрастающего поколения в период войны. Здесь и юные ударники труда на заводах, в сельскохозяйственных полях беспризорные. Стоит отметить, что события, которые передали в данном проекте, имели место быть в действительности и именно на территории нашего родного Уссурийска. Весь материал я брала из интернета. Это архивы ДВФУ, научные статьи, научные исследования именно по Приморскому краю. Какая вот обстановка у нас была именно в период перед войной, это 1940 год, 1941, и вплоть до начала войны. Как жили, чем жили, что делали. Чтобы в полной мере передать дух того периода, в проект были включены песни, стихотворения, музыкальное сопровождение, которые в действительности писались и исполнялись во время Великой Отечественной. Каждая деталь продумана до мелочей. Платочки, способ укрывать им голову, фартушки, предметы быта, что использовали как реквизит – всё это отображает то страшное для нашего народа время. Отдельного внимания достойна хореография. Нам нужно было через язык хореографии, без слов, именно на мимике, именно на хореографических каких-то движениях нам нужно было показать и станок заводской, и поле, и людей, которые в то время работали на поле. Дети никогда с этим не встречались, не связывались. Для них это было, конечно же, очень большое открытие. «Работали над проектом, и всё-таки мы победили почти год. Это не просто заучивание текстов, песен, движений. Проработка деталей. Участники в действительности окунались в эпоху, изучали исторические факты. Так что приглашаем уссурицев и самим прикоснуться к прекрасному творчеству и посетить премьеру 7 мая в молодёжном центре «Горизонт» в 18.30. Виктория Калинина, Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс. Торжественное собрание воинов уссурийского гарнизона в честь 79-й годовщины со дня Великой Победы прошло в Доме офицеров Российской армии. На церемонии почётными грамотами и благодарностями администрации, а также Думы округа отметили тех, кто отличился при выполнении служебных и трудовых обязанностей. В продолжении встречи состоялся праздничный концерт. В этот праздничный день желаю вам здоровья, бодрости, духа и следствия надежды на будущее. Ещё хочу сказать нашим прадедам, дедамам и отцам, что как вы в 41-м, так и мы сейчас в 24-м. Побеждаем и победим фашистов. У нас есть выражение нашей правилой пехоты. Никто кроме нас. Вот сейчас никто кроме нас сможет победить и порвать фашистов. С праздником! С Днём победы! И за победу! Победная постановка на сцене драмтеатра имени Веры Комиссаржевской. Чтобы помнили по пьесе Дударева, покажут 9 мая и сразу после него. Это героическая баллада о судьбах людей и вчерашних школьников, в жизни которых многое не случилось, а произошло ещё больше. Мы побывали на одной из репетиций. Давайте посмотрим. Они молоды, энергия в каждое бьёт ключом. Четыре юные девушки, вчерашние школьницы, сегодняшние бойцы отряда специального назначения. На сцене драмтеатра имени Комиссаржевской репетируют, чтобы помнили героическую балладу о предпобедном 1944-м. Очень сложно, потому что приходится всё пропускать через себя. И все эти эмоции, они преимущественно, конечно, грустные. Это такая боль за то время, за то, что пережила моя героиня. Поскольку это на реальных событиях, я понимаю, что этот человек, правда, это всё пережил. Это пьеса Алексея Дударева – начало белорусской наступательной операции, в которой фронтовик Михасев получает в распоряжение четыре юных особы. Но у каждой за плечами столько пережитого и столько непрожитого. Героиням 17+. Но что такое боль потери, знает каждая. У неё такая особенность. Она после того, как побывала в концлагере, она не могла спать два года. «Инсомния, сомния, десомния» – это по латыни. И для всех это было дико. Как? Ну вот психика сработала. И определённая мелодия, тут вот как раз звучит определённая мелодия, которую девчонки должны идти туда, за линию фронта, и всё это воплощать. Но она не смогла. Задача внедриться в тыл врага и ценой своей жизни помочь в наступательной операции. История о страшных реалиях войны. А ещё о том, как всё могло сложиться, не будь этих трагических лет. Пьесу уже мог видеть уссурийский зритель. И не раз. Оба городских театра её ставили в разные годы. В этом показе новые образы героев и много творческих композиций. Мы туда включили стихи, стихотворения известных поэтов и не совсем известных поэтов. И музыку известных композиторов и неизвестных композиторов. И по теме этого спектакля, музыкальным мотивом, служит музыка Григория Зинченко. Это наш местный уссурийский композитор, который давно написал эту музыку. Я открою секрет, что этот спектакль уже ставился. Возрастное ограничение 12+. Смотреть можно всей семьёй и классными коллективами. Непременно каждый зритель выйдет с мыслями, которые стоит додумать, переворить, осмыслить и оценить самое ценное, что может быть в жизни каждого человека – мир над головой. И те блага, которые этот мир даёт каждому. Чтобы не забывали. И чтобы сейчас в нынешнем поколении, которое далеко от этого, это ребята 12-15 лет, они вообще же не задумываются. Если в них не развивать, не рассказывать о том, что это когда-то было, они, мне кажется, многие даже не интересуются этим. И поэтому наша задача, наверное, главная, чтобы всё-таки соприкоснулись с этим. Примерный день показа – 9 мая. Это будет бесплатный спектакль. Справки в кассах драмтеатра имени Комиссаржевской. Вторая дата – 10 число в 18.30. Ольга Муравьёва, Игорь Антонов, Телемикс. Современные, народные, уличные и классические танцы на любой вкус показали приморские коллективы в Уссурийске. Дальневосточный хореографический конкурс «Полёт ласточки» прошёл в Доме офицеров. В атмосферу зажигательных ритмов окунулась и наша корреспондент Екатерина Ельмина. Ежегодный танцевальный праздник на сцене Дома офицеров. Восьмой раз в нашем городе проходит дальневосточный хореографический конкурс «Полёт ласточки». География участников впечатляет. Уссурийск, Владивосток, Находка, Арсеньев и другие муниципалитеты края. В общей сложности более тысячи танцоров. Среди них и новички, и опытные коллективы, которые традиционно посещают фестиваль. Наша изюминка конкурса. Мы хотим не просто голый прогон на сцене, мы хотим всё же детям праздник. Естественно, мы приглашаем и свет, и дым, и стараемся как-то украшать наш баннер, чтобы он был необычный, и чтобы детям было интересно. В программе порядка 170 номеров в самых разных направлениях. Жюри оценивают выступления по ряду критериев, таких как техника исполнения, костюм и актёрское мастерство. Сложно пересчитать все стили, которые показали участники. Например, коллектив Ярди продемонстрировал жанр дэнс-холл – разновидность уличного танца. Их номер Crazy School динамичный, яркий и актуальный по сюжету, особенно в конце учебного года. То, что школьники, которые устали учиться, они веселятся, и то, что учёба уже чуть-чуть надоела. Немножко хулиганство. Народные танцы не уступают современным в популярности. Традиционная хореография завораживает зрителей, а у самих исполнителей так и горят глаза. Мне нравится, когда мы крутим абертасы, и сзади нас берут ленты, и получается такая красивая карусь, а очень красивая это получается, мне это очень нравится. Сложно ли их синхронизироваться? Ну, сложно, да. Между прочим, для одной из участниц коллектива, Виктории Капусты, выступление получилось особенным. День фестиваля совпал с днём рождения девочки. Вместе с танцорами именинницу поздравили Екатерина Ельмина, Роман Адонин и команда телеканала «Телемикс». День победы в рисунках девчонок и мальчишек, чьи родные сейчас участвуют в специальной военной операции. Акция к 9 мая прошла в детской школе искусств при поддержке женсовета отдельной реактивной артиллерийской бригады Восточного военного округа. Подробности в сюжете. День победы – великий праздник. Сегодня к нему обратились и девчонки и мальчишки, чьи родные участвуют в специальной военной операции. Подобная творческая встреча проходит в стенах детской художественной школы впервые по инициативе женсовета отдельной реактивной артиллерийской бригады Восточного военного округа. В качестве наставников выступают педагоги. У нас здесь дети как рисующие, так и не рисующие. Вот в этой группе, по крайней мере, есть дети, которые, в принципе, не предрасположены особо к рисованию. Но, тем не менее, я посмотрела, смотрю, работы получаются. Преподаватели помогают, тоже подходят, советуют, координируют работу. Рисовать умеют все дети, уверены учителя. Главное – внимание к теме. И несмотря на то, что сюжеты на 9 мая переходят из года в год, каждое произведение уникально. Например, многие ученические работы из фондов школы изображают фронтовой быт. Собирательные образы военных и реальных героев Великой Отечественной. А также знаковые события 1941-1945 годов. Победа 1945-го, взятие Берлина. Нередко юные художники отступают от реализма и обращаются к метафорам. Георгиевские ленты, вечный огонь, цветы и птицы – символы мира. Наполняют детские полотна. Я рисую голубя, который будто бы прилетел всех радовать после войны, то, что война закончилась. Для этого я рассказываю сначала какие-то истории, даже где-то показ материала, что рисовали из фонда дети, художников показываем, рассказываем, даже истории зачитываем какие-то, действительно, которые происходили. Тогда начинают дети мыслить. В целом в акции приняли участие 14 мальчиков и девочек. Произведения искусств объединят в камерную выставку. Увидеть детские работы можно будет в День Победы на одной из площадок города. Виктория Калинина, Екатерина Ельмина, Роман Адонин, Телемикс. Танковый штурм прошел в Уссурийске. Муниципальные соревнования по робототехнике состоялись на базе станции юных техников. Ежегодный турнир посвящен 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Пока игроки младшей возрастной группы уже вовсю сражаются на поле, их старшие товарищи только готовятся к старту. Ежегодные соревнования по робототехнике «Танковый штурм» собрали на станции юных техников 15 школьных команд. Специально для чемпионата участники разработали собственные модели танков. Однако, чтобы получить допуск, необходимо пройти техконтроль. Мы задали параметры 25-25-25 по всем сторонам модели. Вес не больше килограмма. Мы это все замеряем при помощи куклы специальной по габаритам внешним, а по весам, соответственно, весы. Если робот не вполне соответствует критериям, конструкторам дается время на доработку. Но основная масса проходит без замечаний. Впереди самое интересное – танковый бой. Два, один, старт! Три танкиста, как в известной песне, таков состав команды. Задача участников – преодолеть свою часть поля, зайти на территорию противника и сбить их фишки. Кто выйдет из боя победителем, решает техника, стратегия, слаженность действий и иногда случай. Как вам удалось победить в этом бою? У них просто работы были слишком легкие. Вообще, по факту, у них просто не было тактики, а мы обдумывали тактику все время. Просто собрались и выиграли. Традиционно станция юных техников проводит танковый штурм ко Дню Победы. Многие танкисты – уссурийские школьники – росли вместе с турниром. А вот гости из Большого Камня и села Спасково впервые посетили встречу. Организаторы планируют развивать соревнования. Уже в будущем году в программе появятся интересные новшества. Мы уже об этом думаем давно и хотим на следующий год провести соревнования «Танковый биатлон». Вести новую дисциплину, то есть это будут уже такие большие соревнования с преодолением сложных препятствий. В младшей возрастной группе места распределились между воспитанниками станции юных техников. В старшей категории бронза досталась команде «Полк» из Большого Камня. Серебро и золото получили команды Уссурийского центра детского творчества «Сириус» и «Сварок». Екатерина Ельмина, Роман Адонин, Телемикс. Турнир по футболу среди сельских команд прошел в городке Воздвиженском. Приехали школы из Тимирязевки и Сибирцево. Два состава выставили сами хозяева поля. Причем усиленные девочками. Что из этого вышло, смотрите в сюжете. Кто играет в футбол, от уроков освобожден. Так сегодня повезло воздвиженским школьникам. А еще Тимирязевским и гостям из Сибирцево. В городке прошли соревнования ко дню победы. Две команды хозяев, две приезжих. Играли по круговой системе. Все, вперед! Против нас, пульперед! Участвовали футболисты 13 и 14 лет. Но на поле видно, что есть и младше. В этом составе Воздвиженки Юрко шныряют мальчиши в два раза ниже Тимирязевских. Проигрывают, но держатся бойко. Потому что Ира на воротах. А Ира – полкоманды. Я пришла в футбол, меня сразу так на раму поставили. Ну, привыкла, в итоге пять лет на раму стою. Когда я пропускаю, я расстраиваюсь. Ну, не сильно расстраиваюсь, потому что я знаю, что я смогу сделать сейф лучше. Я хотела ударить сильно, но там была девушка, так что я не стала лупиться всей силой, потому что это все-таки девушка. Ну, как я могу? Если я попаду в лицо, она, наверное, плакать будет. Ну, я не привык так делать. Подъемся немножко. 15 девчонок ходят на футбол в Воздвиженке. Играют с мальчишками и на поле практически не уступают. Скорость, сообразительность, координация – наравне. У нас девочки любят футбол, потому что нравятся подвижные спортивные игры. Кроме того, что в парке посидеть, который только открыли, и побегать в футбол, вот им интересно. У нас, в принципе, отдельная женская команда есть, но я все равно их с мальчиками перемешку ставлю. Ну, я не давай! Не возись, отдай назад! Первый матч сыграли младший состав Воздвиженки и парни из школы поселка Тимирязевского, которая входит в программу «Минифутбол в школу». Пинают мяч в любое свободное время. Хорошо, что поле есть. Это единственный вид спорта такой, который общедоступный. И ребята, помимо учебной программы, они после учебы также выходят на поле и вечерами играют, днем играют именно в футбол, потому что им очень нравится двигательная активность. Сплочает и коллектив, и ребят между собой. За четыре часа игр победителями стали школьники Тимирязевского. Все свои матчи выиграли, причем крупно. Второе место с большим трудом отстоял ЦРТДЮ. Третье у Сибирцева. Замкнула четверку школа Воздвиженки. Фиалки, пионы, колиусы и туи – тысячи видов комнатных и садовых растений. В Уссурийске прошел фестиваль цветов Примгарден. Коллекционеры со всего региона прибыли, чтобы обменяться опытом и показать свои достижения. Какие необычные экземпляры выставили участники, предлагаем посмотреть в следующем сюжете. Трепетно к каждому цветочку, которые заполнили всю жизнь. Знакомьтесь, это Екатерина Поздняк. Коллекционер пиларгоний из Уссурийска. Именно это комнатное растение увлекло героиню с самого детства. И сегодня в ее доме насчитывается около 700 видов. В общей же сложности количество цветов перевалило за отметку в две тысячи. У Екатерины своя оранжерея на втором этаже – семейные резиденции. Конечно, украшено не только внутреннее пространство, но и территория двора. Уход за красочным хозяйством занимает ежедневно от 8 до 12 часов. Помимо пиларгоний у меня есть еще фуксии, которыми я тоже болею страстно. Бальзамины. В общем, все те растения, которые олицетворяют уют, дом, домашнее тепло. С этими растениями ассоциируется бабушка, мама, тепло, домашнего уюта и очага. А это коллега Екатерины по увлечению. Ежегодный участник фестиваля цветов Юлия Овсянникова. Показать свою коллекцию фиалок прибыло из Владивостока. Начиналось все с обыкновенного хобби в 2018 году. И за это время ассортимент с одного листика увеличился до 300 сортов. Фиалки стали неотъемлемой частью жизни Юлии. Конечно, есть особо ценные экземпляры. Я очень люблю фиалки с зеленой каймой. Вот, например, как АВ «Полет Валькирий». Люблю зеленоцветковые. Очень красивые, я считаю. Они очень долго остаются свежими цветами и не вянут. Очень красивые цветы из фэнтези. Для коллекционера определить, какая фиалка самая красивая или любимая, просто невозможно. Мы любим их все. На фестивале был выставлен широкий ассортимент садовых и комнатных растений, в числе которых богатую коллекцию представили цитрусовые, колиусы, пряности. В целом же в этом году приняли участие 20 цветочных фанатов. При этом география охватила почти весь регион. На выставочную площадку прибыли из Большого Камня, Тернея и Пластуна. «Прежде всего, это, конечно, посыл, это любите цветы. Если даже у вас нет сада, вы можете маленький уголок красоты создать у себя дома. Это хобби, это увлечение, это позволяет жить интересно. Это, в случае с садовыми цветами, заставляет ждать весны и легче пережить зиму». Кроме того, что на фестивале «Примгарден» можно было открыть для себя новые селекционные виды, насладиться красочностью и разнообразием представленных экземпляров, поучаствовать в творческих площадках, на территории работали тематические фотозоны. Развернули большую разукраску, где любой желающий мог нанести несколько мазков кистью. Гостей приветствовали творческими номерами. Все это организовано Управлением культуры Администрации Уссурийского округа. «В организации фестиваля приняли участие три муниципальных учреждения культуры и искусства. Это Дом культуры Нива, он находится здесь по соседству с поселком Тимирязевский. Они организовали концерт и торжественное открытие этого мероприятия. Это детская школа искусств, которая предоставила свои фотозоны. И это централизованная клубная система, которая предоставила выставку декоративно-прикладного творчества». Это была не просто выставка декоративно-прикладного творчества. Все мастера заранее подготовили мастер-классы на цветочную тематику, в которых с удовольствием принимали участие гости фестиваля. Такой праздник цветов проводится постоянно с 2016 года. Виктория Калинина, Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс. Такой мы запомнили эту рабочую неделю. Продолжим и дальше для вас собирать самые интересные новости нашего округа. В студии работала Ольга Муравьева. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин